Выдержки из статьи Лихачёва «Задачи текстологии». Творчество, процесс, восприятие творения – также процесс. И это особенно ярко проявляется при чтении литературных произведений. Читая произведения, читатель как бы участвует при создании произведения. Оно разворачивается перед ним во времени. Конечно, на самом деле творческий процесс гораздо сложнее, чем он предстоит перед читателем в произведении. Однако черновики, наброски, разные редакции произведения остаются за бортом произведения и не воспринимаются читателем. Читательское восприятие произведения отличается от научного тем, что в читательском восприятии автору оказывается полное доверие. Автор ведёт читателя по своей последней авторской воле. В научном же восприятии изучается реальный творческий процесс. Текстолог пытается освободиться из-под гипноза авторской воли и восстановить историю текста из-под навязываемого ему автором его последнего результата. Исследователь стремится установить все этапы истории текста. И не только установить, но объяснить их появление. Только изучив текст в его движении, мы получаем объективные данные для суждения о нём, о его замысле, художественных тенденциях, идеологии, отразившейся в нём. Задача текстолога заключается в том, чтобы по возможности во всех деталях воспроизвести ход работы автора над произведением, восстановить воображение весь творческий процесс. Вслед за Слихачёвым мы призываем вас бережно относиться к своему времени. И вместе с тем мы убеждены, что время, которое вы проведёте с произведениями, представленными в учебнике, не окажется потраченным напрасно. А изучение творческой истории того или иного текста позволит вам заглянуть в лабораторию писателя и глубже постичь авторский замысел.